Жизненный путь Косыдина В армии даже А потом он кончил кооперативный техникум Союза кооператоров И получил назначение в Новосибирск И вот в Новосибирском союзе кооператоров Ему пришлось общаться с бизнесменами С Непманами Он оказался в сущности в Непмановской среде Поэтому он понял, что такое предпринимательство Как оно тяготеет, как ему нужна прибыль С одной стороны, он видел, что это предприимчивые люди Что они умеют делать дело, делать деньги А с другой стороны, он видел, что это люди, которые больше хотят для себя Алексей Николаевич всегда приходил на работу к 9 часам Чаще всего, чаще всего он не уходил раньше 9 часов Человек, который больше всего понимал Больше всех других, во всяком случае И глубоко действительно понимал со всех сторон Значение планирования, значение плана Он не умел планировать в его времена Почему? Потому что он увлекался Увлекался тем, что когда он входил в рассмотрение какого-то вопроса Причем в камерном порядке, скажем, не на заседании президиума Совмина А вот он думал, он вызывал какого-нибудь министра Или заместителя, одного из своих заместителей Байбакова, Новикова и так далее И долго обсуждал с ними какой-то вопрос Когда увлекался, он мог долго разговаривать Скажем, вот был такой у нас академик-химик Николай Николаевич Семенов Вот он его вытаскивал И они могли, он мог с ним разговаривать два часа Главная цель его жизни, Косыгина И главная задача, которую он ставил перед собой Когда он возглавлял правительство Это улучшить положение экономическое Для него были министры И с ними он занимался Он мог вызвать и вызывал к себе Если не надо, он мог по телефону отругать То есть ругать он не ругался Но все прекрасно понимали, когда он хмурится И какой он человек И как он говорит Всегда был воспитан, корректен Но достаточно было уже сказать Что вы знаете, что вам это следовало Или, слушайте, как же вы сказали? Вы сказали неправильно Помимо работы у него были спортивные увлечения Во-первых, значит, он очень любил плавать И плавал хорошо Плавал я с ним тоже не раз И на Кубе плавали, и в бассейнах плавали Так вот, он увлекался, во-первых, плаванием Во-вторых, лыжами В-третьих, волейболом Это был человек, который получал Удовлетворение внутреннее От того, что он делал И от сознания того Что он может что-то сделать Улучшить положение Вот что его бы успокоило В-третьих, волейболом